В Наринмаре определили охотников, которые вправе получить разрешение на добычу лося. Впервые разрешения распределялись путем жеребьевки. При этом процедуру сделали максимально открытой. Наблюдать за ходом проведения жеребьевки можно было в режиме онлайн. О том, как это происходило, расскажет Ирина Нижалова. Все, что происходит в кинозале КДЦ «Арктика», транслируется на сайте YouTube. Это позволило сделать процедуру жеребьевки максимально прозрачной. Наблюдать за происходящим можно, не выходя из собственного дома или с работы. Сотрудник комиссии вскрывает конверты и вслух называет порядковый номер и имя заявителя. Стоит отметить, что все списки заявителей вывешены на стенде прямо в кинозале. Поэтому сверить подлинность данных может каждый из присутствующих. Имена победителей жеребьевки фиксируются на бумаге. Сегодня мы определяем тем, кто получает право обратиться за разрешением. То есть, допустим, по лосям два до года, это первые восемь охотников, они получают право. Они обращаются с заявлением в департамент, им выписывают разрешение. Если кто-то из них не обратится, то данное нераспределенное разрешение будет предоставлено в порядке очередности заявлений, которые сегодня вскрываются при жеребьевке. Спрос на добычу лося в регионе огромный. В этом году в департамент поступило более 300 заявлений от охотников. Вместе с тем, лимит на добычу лося составляет всего 53 особи. Но это почти в два раза больше, чем в прошлом году. Столь существенное увеличение согласовано с Министерством природы. Получается, что на одно разрешение претендует почти шесть охотников. Чтобы не нарушать равноправие среди них, и было принято решение распределить путевки жеребьевкой. Я со своей стороны могу сказать, что в Архангельске процедуры имеют право, что есть небольшая преференция для тех, кто ведет в рамках охотхозяйств, ведет учет зверя, тропления. Они имеют небольшое преимущество, так как они определяют количество зверя на охотничьих угодьях. На участках. Поэтому они имеют своеобразную процедуру. Здесь у нас, в Нениском автономном округе, эта процедура достаточно прозрачная и понятная. Ну и еще приятно, что почти в два раза увеличилось количество пчелок. В этом году о своем желании поохотиться на лося официально заявили 307 человек. При этом только 54 из них рассчитывают поймать Сахатова в возрасте до года. Остальные претендуют на добычу взрослой особи. В то же время реализовать свое право смогут только 53 охотника. Имена победителей жеребьевки разместят на сайте Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса. Кроме того, охотников, получивших право на получение разрешения на добычу лося, оповестят об этом индивидуально.